Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поднимем достаточно актуальную тему. Это те проблемы, которые имеются на Ближнем Востоке, проблемы, связанные с христианской общиной Ближнего Востока. Мы эту тему хотели поднять несколько ранее, но известные события в Волгограде, та трагедия, которая там случилась, поменяли наш, как говорится, график, нашу тему. Сегодня у нас в гостях Станислав Стремедловский, обозреватель информационного агентства РЭКС, эксперт по вопросам территориального и регионального планирования и развития. Хочу напомнить код города, у нас 395, код города Москвы, телефон 6510-996, 6510-996, или писать на сайт финам.фм. Ну, о чем мы будем с вами говорить? Значит, эта тема очень серьезная. Вы знаете, что родина христианства, кстати, как и родина ислама, это Ближний Восток. Именно на Ближнем Востоке есть понятие «святая земля», куда входят такие государства, как Израиль, Палестина, которые, будем надеяться, ближайшим будущим, будут полноценным государством Сирия, Ливан и Иордания. Именно здесь зародилось христианство, именно здесь происходили те события, которые описаны в Библии, именно здесь впервые христианство зародилось не просто как какое-то направление, присущее другой религии, но и как религия мирового масштаба. Именно на территории исторической Сирии, в Антиохии, апостол Петр, когда вышел на площадь с апостолом Павлом, он услышал призывы «Христос, Христос», и он спросил Павла, «Павел, о чем они говорят?» Он говорит, Павел ответил ему, «Петр, они говорят слово «Христос», что значит «Спаситель». Это, собственно, и был день рождения, если так можно выразиться, христианства как мировой религии. К сожалению, то, что сейчас мы видим, происходит до Ближнего Востока, иначе, чем геноцидом, христиан трудно не назвать. Вы посмотрите, вот в Ираке, мы будем говорить в ходе нашей передачи, при Саддаме Хусейне, в том взрослом диктаторе, как его рисовали, рисовали на Западе, христиане были полноправными членами сообщества, христианские праздники отмечались как государственные праздники, что сейчас там творится. По сути, произошел геноцид, масса уничтожения христиан, больше половины христиан, где-то полтора миллиона, до событий в Сирии, бежали в Сирию. Оставшаяся часть тоже сейчас находится в таком тяжелом состоянии. Что же происходит в Сирии? Ну, мы тоже видим, что происходит в Сирии, когда радикальные религиозные группы, по сути, сжигают монастыри, церкви, преследуют христиан. Несколько месяцев назад, в осенью прошлого года, был захвачен, недалеко находящий от города Дамаск, городок Муалиль, это один из древнейших христианских городков, где до сих пор люди говорят на арамейском языке, языке, на котором горел Господь наш Иисус Христос, и осквернили храм. Затем были арестованы, мы считаем, руководство монастыря Святой Феклы, который с полутора тысячи лет. Ну, и каждый день нечто происходит. В Ливане недавно, непредалеку от Триполя, была сожжена монастырская библиотека, в которой сгорели 78 тысяч манускриптов древних, христианских, дохристианских. И вот такие варварства продолжаются. Естественно, люди уезжают, и когда мы говорим об этом, мы должны вспомнить, что наша страна, Россия, это государство, где основное, большинство населения, это христиане, у нас живут и мусульмане, и буддисты, и от мира между ними, кстати, зависит очень-очень много, и для этого надо очень много делать, чтобы мир был между, в первую очередь, христианами и представителями ислама. Но Россия, это и православная страна, я хочу напомнить, что православие, христианство на Русь пришло не откуда-либо, а именно с исторической Антиохии. Первый митрополит Киевский был выходцем именно из Антиохии, в честь чего, когда праздновали 300 лет рода Романовых, именно митрополит Антиохии, извините, патриарх Антиохийской церкви, было доверено богослужению и так далее. То есть мы обязаны этому региону культурой. И вот сегодня то, что там происходит, значит, мы сегодня обсудим. Станислав. Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я хотел бы, прежде всего, поздравить христиан с наступившим Рождеством Христовым. Конечно, те, кто празднует по Григорианскому календарю, видимо, уже закончили. Ну, а те, кто празднует по Юлианскому и верующие Армянской польской церкви, у них святки только начинаются. Собственно, с чем я абсолютно согласен, о чем вы говорите, Семен, действительно, сложилась очень парадоксальная ситуация на Ближнем Востоке, когда, казалось бы, христианский Запад обратил внимание на этот регион, мы увидели, что это нанесло удар и ущерб главным образом по интересу местных христиан. Иначе говоря, ситуация сначала сначала с утражением американцев в Ирак, затем эти печальные трагические события Арабской весны, они привели к тому, что христианство, само того, наверное, даже не желая, христианские церкви Востока, католические, православные, оказались в эпицентре геополитических сражений. И, по большому счету, опять-таки, не желая нисколько этого, они стали мишенью для удара религиозных экстремистов, исламистов, которые сегодня говорят, что чуть ли Запад не ведет крестовую войну, ну, а по кому в таком случае легче бить? Конечно, не по Лондону, конечно, не по Вашингтону, а по своим местным христианам. Да, это, к сожалению, так. И я хочу сказать, что я часто бываю в Ливане, по крайней мере, относительно недавнего времени, и общаясь, представитель, христианская община Ливана, мне приходилось слышать такое выражение, что Запад полностью забросил христиан, и, мало того, им совершенно не интересует христианство как таковое, их интересует нефть, какие-то другие свои проблемы, а вот христиане, они как бы находятся в таком положении. И мне даже приходилось слышать более откровенные вещи, что христианские общины на Ближнем Востоке обеспокоены, что исход христиан с Ближнего Востока может превзойти тот исход, который был в ходе геноцида христиан 1915-1923 года, известен у нас как геноцид армян в Османской империи. На самом деле, это несколько более широко, потому что в ходе этого геноцида 1915-1923 года было уничтожено не только полтора миллиона армян, но и свыше миллиона малоазийских греков, 370 тысяч, извините, понтийских греков, 750 тысяч ассирийцев, и вдобавок еще 500 тысяч езидов, очень своеобразные этно-религиозные группы. И тогда тоже многие на Западе вздыхали, возмущались, а реальной помощи не было. Реальная помощь, кстати, была со стороны только русской армии. Русской армии, в первую очередь, ее командующий Николай Юденич, который, видя вот это бесное положение, сделал очень многое для спасения христиан, в частности, был открыт фронт на нужных участках, чтобы пропустить мир, население, женщин, детей, стариков, беженцев, которые уходили в российское Закавказье, так сказать, спасаясь от геноцида. В отдельных случаях были предприняты и военные операции, в частности, военные операции по освобождению города Ванка, там возникло восстание местных христиан Ассирийцев и Армян. Это вот привело к конечным итогам сокращению резкого количества христиан. Я вам скажу, что вы знаете, что на гербе Российской Федерации изображен Георгий Победоносец. Но, может, мало кто знает, что это реально живущий в свое время человек. И, в общем-то, он родом был из Каппадокии, откуда был родом и его отец. И Каппадокия это уникальная территория, это ныне территория Турции, где на, в общем-то, относительно небольшой территории родился, кроме Георгия Победоносца, Иван Золотоуст, Василий Великий. Вообще, считается, свыше ста отцов церкви, как халкедонского, так и нехалкедонского родства. То есть, поясню, что это такое, мы, наверное, знаем, что часть христиан не приняла Вселенский собор 451 года, это так называемая церковь Древнего Востока до Халкедониды, а часть приняла, вот, русско-православная церковь, отходя к халкедонскому родству и так далее. Вот там, по сути, были исправлены все христиане, особенно в период 1915 по 1923 год, и, по сути, вот этот уникальный район обесхристианился, там сейчас нету христиан, если так можно выразиться. Поэтому мы хотели бы сегодня вот этот вопрос обсудить. Я хотел напомнить, что наш телефон, значит, код 495, код 6510996, код, значит, еще раз повторяю, 495, телефон 6510996. Мы понимаем, что сегодня 9 января, день особый, так сказать, как правило, на наших передачах очень бывает много, значит, вопросов, но будет ли сегодня, мы надеемся, все-таки будет, актуальная вещь. Она актуальна, кстати, и для России, очень актуальна, да. Мы видим, какие непростые, как непросто, точнее, складываются межнационально-межрелигиозные отношения, что экстремисты, к сожалению, существуют разных сторон, и то, что происходит, иногда, в общем-то, похоже на преднамеренное раскачивание ситуации в России с целью дестабилизации ситуации России, особенно вот в последнее время, да. Мы, с одной стороны, видим поджоги церкви, да, с другой стороны, мы видим сегодня совершенно безобразные, мы надеемся, правоохранительные органы и спецслужбы разберутся и жесточайшим образом накажут тех осквернителей Корана, которые вот совершили, и то, что они совершили, и тут, я думаю, надо безжалостно просто разбираться с этими фактами, потому что, если запустить этот вопрос, то мы столкнемся со страшной, страшной вещью. Я скажу, что в свое время часто приходилось быть в Алеппо, в Сирии, где сейчас идут бои, мне приходилось видеть, как мирно и дружно живут между собой, и христиане жили, и христиане, да и сейчас живут, если честно говоря, там, где, как говорится, не затронута войной территория, и мусульмане, все было прекрасно, все было хорошо, но стол раскачать ситуацию, и началась гражданская страшная война, кто бы еще лет 10 сказал бы, никто, наверное, в это не поверил бы, в той же серии, да какой 10 лет, 3-4 года назад, и мы четко должны понять, что Россия, это многонациональная межрелигиозная, многорелигиозная страна, и взаимодействие между двумя основными конфессиями, каковыми является христианство, ислам, зависит очень многое, да, и вот этот случай, который был, я думаю, он должен быть очень жестко осужден, я считаю, что это он должен осужден и руководством Русской Православной Церкви, извините за подобное выражение, инструменты соответствующие есть у всех церквей, такие люди, если они выявятся, и их близкие, вплоть до этого, должны быть состранены от церкви, им не должно быть места в храме, и я аналогично считаю, что и мусульмане, исламские, духовное управление, у нас их достаточно много, должны занять жесткую принципиальную позицию по таким безобразиям, которые были в Татаре, вы знаете, да, и там, и самое главное, такие вещи не должны предаться забвению, говорить, вот, завтра все притихло, и все, мы это проходили во времена Советского Союза, мне приходилось участвовать в стабилизации ситуации в межнациональной Фергане, в Аше, участвовать в стабилизации в гражданской войне в Таджикистане, я знаю, что иногда желание прикрыть, сделать, что у нас все хорошо, вот там, в том или ином субъекте федерации, или по какому-то вопросу, желание припрятать ситуацию, оно, в конечном счете, вызревает в очень опасной форме, и потом происходит взрыв, такие вещи надо подавлять в зародыши, и если мы не подаем в зародыши, а нас, к сожалению, уже даже не в зародыши, что называется, ситуация развивается негативно, то будет это очень нехорошо, и тут очень большая роль возлагается нам наши правоохранительные органы, они должны очень жестко и конкретно подавлять подобные экстремистские деяния, да, как и попытки совершения террористических акций на религиозной основе, которая, к сожалению, тоже имеет быть место, но и кроме правоохранительных органов должно принципиальной позиции занимать и церковь, церковь шелком понимать это слово. Совершенно с вами согласен, Семен, и я бы хотел бы вот сказать о профилактике и предупреждении как-то связано с нашей сегодняшней темой, когда вы начинали программу, вы вспомнили о терактах в Волгограде, так или иначе, но фактор религиозного экстремизма в этом теракте он присутствует, это уже понятно, это уже известно, и от нас зависит, на каких рубежах мы могли бы бороться с этим фактором. Можно представить дело так, и некоторые, на мой взгляд, не очень добросовестные эксперты представляют, что во всем виноват Северный Кавказ. Но если мы почитаем, скажем, сирийскую прессу, если мы почитаем ливанскую прессу, думаю, вы видели эти статьи, идут намеки на другую страну, которая гораздо дальше отстоит от России, более конкретно речь идет о Саудовской Аравии, считается, что она поддерживает религиозный экстремизм, и делаются намеки, не является ли то, что мы сегодня видим в России, рост религиозного экстремизма, не является ли эти отголоском тех волн, которые сейчас есть на Ближнем Востоке. И в этой связи что такое христианство Ближнего Востока? Вот я хотел бы процитировать разговор в Вольном Пересказе мелькидского католического патриарха Григория Третьего осенью прошлого года он разговаривал с французскими журналистами, просто криком кричал, что же вы Франция делаете, зачем вы поддерживаете исламистов на Ближнем Востоке? Ведь поймите, пока есть мы христиане, есть шанс умеренного мусульманства шанс на существование, шанс на то, что умеренные мусульмане договорятся с христианами и сумеют таким образом более-менее блокировать своих радикалов. Кстати, сегодня мы это видим в некотором смысле в Египте, где Копская православная церковь и Копские католики в конечном итоге вступили в альянс с местными умеренными мусульманами и даже, может быть, не очень совсем такими уж умеренными с салафитами из Аль-Нур по вопросу египетской конституции, по вопросу негативного отношения к братьям-мусульманам. Более-менее сложился консенсус религиозной договоренности. 14-15 или 15-16 по-моему, января в Египте будут голосования по проекту новой конституции. И в конечном итоге христиане, Копты, они сошлись с местными мусульманами на том, что, в принципе, да, мы, христиане, готовы признать ислам как государствообразующую религию Египта. Мы готовы считать шариат в качестве источника вдохновения для законодательства, поскольку и в шариате есть слова о справедливости, о благородстве, о верности. Это, разумеется, никак не экстремизм. И, соответственно, вопрос, что из этого выйдет дальше. Вроде бы власти Египта поддерживают этот процесс. Мы знаем, что в этом году впервые христианское Рождество по юлианскому календарю было объявлено праздничным днем. Если мне не изменит память, временный президент Египта даже пришел к оптам православным на богослужение. Дай-то Бог, чтобы все получилось. Хотя, все равно еще остаются экстремисты, остается местная и пришлая Аль-Каида на полуостре Весиной, где они изгоняют христиан. Да, вот у нас Станислав первый слушатель, несмотря на 9 число, люди слушают, и спасибо. Магомед, слушаем вас, слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. По поводу передачи, я думаю, сейчас на Ближнем Востоке, ну, как, в принципе, на самом деле, во всем мире, просто менее так явно, происходит не то, что, ну, грубо говоря, не только экстремисты касается, а идет целенаправленное искоренение из людей религиозных ценностей. Вернее, не просто религиозных ценностей, а ценностей, которые проявляют нормальные религии. Потому что то, что происходит там, грубо говоря, в тех же Эмиратах, никакое отношение к мусульманскам не имеет. И то, что они творят, то, что они, к чему они потакают, тоже. Но я должен, Магомед, сказать объективно, что в Объединенных Арабских Эмиратах, как и в Катаре, да, существует и христианская церковь, люди ходят, молятся, и там нет никаких проблем. Давайте все-таки мы будем более конкретно, видите, идет о Саудовской Аравии, там, да, я согласен, но в Объединенных Арабских Эмиратах такого нет. Я думаю, все, кто был, наблюдали, очень благожелательное отношение ко всем. И там есть церкви, да, есть какие-то ограничения. И даже в Катаре есть церкви, понимаете, люди ходят, молятся, там запретов нет. Это я знаю прекрасно. Просто сам факт, что те люди, которые не поддерживают, то, что они сеют по всему миру, им совсем никакого отношения никакой религии не имеют. Это банальное разделение сфер влияния. Попытка проникнуть туда, где им никто никогда не был рад, использовать всевозможные способы вплоть до геноцида местных жителей. Ну, это и у нас, к сожалению, имеет место быть, вы знаете, это радикальная форма, которая захватывает всех и тут надо прямо сказать, это же тоже к нам, оттуда. Конечно, Магомед, дело в том, что у нас часто говорили Северный Кавказ, я сразу говорил, это не проблема Северного Кавказа, это не проблема Татарии, это проблема Российской Федерации. Это появление очень опасной идеологии, очень заразной идеологии. На меня объезжаются некоторые мои знакомые коммунисты, я говорю, это чем-то, например, ранний коммунизм, есть своих Карл Марс в такие единые бантами, ахурани, есть свой Владимир Аль-Вахаб и даже есть Троцкий Мустафа Шукри. И такая же заразная, очень опасная идеология и вне зависимости от национальности, к сожалению, ряд молодых людей, скажем так, принимают эту идеологию, она по себе экстремистская, а что такое терроризм? Терроризм подписывают от экстремизма, когда тот или иной человек подпадает под идеологию экстремистского характера, рано или поздно какая-то часть из этих людей совершает или теракт, или берут автомат и уходят в леса, или там точнее уходят в леса, там дают автомат. Это идеология, с которой надо бороться и она касается не только Ближнего Востока, и нас тоже касается. К сожалению, у нас, надо прямо сказать, все звали на наличие силовые структуры, которые должны с этим бороться, которые борются. А вот с точки зрения противодействия с идеологической точки оно отсутствует. Ну, а возвращаясь на Ближний Восток, я скажу так, что я считаю, что пора уже давно вынести вопрос борьбы с явлением по поводу гонения по религиозным признакам, точнее, по гонению на христиан на Ближнем Востоке на международный уровень, то, что в организации объединенных наций возможно подумать о введении санкций против тех государств, с территории которой проникают эти радикальные деятели, или же поддерживают те государства, которые финансово это поддерживают. Пока вот этого нет, пока есть как бы вот такое, я бы сказал, сочувствие, да, там сочувствие и небольшая гуманитарная помощь и не более того. И получается, на глазах мирового сообщества в общем-то идет уничтожение христианства на Ближнем Востоке. А ведь если представить христианство в виде дерева, то корни его это Ближний Восток. Если корни исчезнут, то исчезнет христианство. А христианство на сегодняшний день находится в очень тяжелом положении. Вы видите, что на Западе творится по отношению к католической церкви. Когда мы законно возмущались после известных, извините, не знаю каких, но это проституток, которые там значит, плясали в известной церкви, да, ну, я вот знаете, я вам скажу, в интернете выложены еще более страшные вещи, что творится в протестантских католических, особенно католических храмах на Западе. Ну, вот Киевский собор, например, наспалки давнего выхода. Много таких вещей, да, там такие же вот, извините меня за выражение, проститутки, конечно, это не запрещено, такое слово у нас сейчас введено, я уже не помню несколько слов, я надеюсь, это достаточно литературно. Также вот еще хуже вытворяют, да, и вот бедный священник в одном из, значит, этих роликов, он наблюдает, он не знает, что делать, понимаете, если он возьмет, их вышвырнет, да, как-то, его осудят, как ни парадоксально, и он вынужден смотреть на это безобразие, да, и вроде Запад, где, да, были христианские ценности, поэтому неудивительно, что и вот вы привели пример, уважаемый Станислав, пример, значит, мелькидского патриарха, который правильно говорит, что делает Франция, а что делает Франция? А Франция побеждает, по сути, вот однополая вот эта идеология, да, идеология гомосексуализма, и гомосексуализм в христианстве это несовместимые вещи, как несовместимые вещи с исламом, и это все вытесняется, и нету ни христианской идеологии, господин Алланд, он всячески ратует за вот подобные вещи, и отсюда такое циничное, прагматичное отношение к Ближнему Востоку, нам нужна ваша нефть и ваши деньги, если вы дадите деньги тем государствам, тем государствам, которые они есть, тоже Саудовская Аравия, и нефть, то вы творите, что хотите, да, там радикальные группы, дай бог с ними, с этими христианами, причем тут таланты христианцев, не думаю, что он вообще думает даже о подобных явлениях, да, я как-то с будущим депутатом государственного думы, сейчас о делегации парламента Франции, и женщина там одна с членом делегации, одни с руководителями, делегации, ей, например, популярно даже объяснил, что такое оловиты, в конце концов, что вы, ребят, вы же к ним тоже имеете непосредственно отношение, она с удивлением сказала, ну, уже ли это правда, вот понимаете, там уже потеряно уже понимание всего этого, что происходит, что это самое, и в этой ситуации остается единственная христианская страна, это Россия, извините, это крупнейшая христианская страна, и когда мы говорим о христианстве России, мы не только даже вспоминать о том, что христианство пришло в каждом счете с территории Сирии, исторической Сирии, ныне это часть Антиохии, оккуперна Турции, кстати, оккуперна, потому что сирийская пресса не признает это, да, значит, считает своей территорией, значит, и отсюда пришла письменность, извините, Кирилл Мефодий, а что творится сейчас на, где монастырь Кизик, где создавался, Лоскаририца, недавно я смотрел один из фильмов на берегу Черного моря, посуд овец, баранов, и так далее, и Россия всегда занимала принципиальную позицию, я вам скажу, что до революции русская православная церковь по сути выступала в качестве, и как российская политика в целом, выступала защитником христиан вне зависимости, на Ближнем Востоке, вне зависимости, это монофизиты, то есть православная церковь до Халкидонского собора, извините, или то, к чему принадлежит русская православная церковь, признавшаяся Вселенский собор 451 года, там я... Нет, а всех поддерживали, и это очень четко происходит в ходе Первой мировой войны, и я считаю, что сейчас надо возвращаться к этому, и помощь должна быть всесторонней, она не должна быть только моральная, церковь имеет серьезные рычаги влияния на нашу исполнительную власть, и законодательная должна активно воздействовать на наш МИД, на наши другие структуры, требовать очень активной работе в плане защиты христиан, и строить, чтобы политика, внешняя политика наша строилась тоже соответственно, если в той или иной стране притесняют христиан, да, значит, ну вот в Турции, мы сейчас знаем, призывают снова известный музей, сейчас, значит, Святой Софии некой, сделать снова мечетью. Ну, это провокация, Берлин, это раньше, это все-таки это вряд ли серьезно. Это очень серьезно, господин Артаган это всячески поддерживает, и я не думаю, что какой-то там избиратель из глубины Турции взял, написал письмо в парламент, это нельзя допустить, когда это произойдет, бесполезно будет, провокация или нет, оно будет совершено в качестве политики неосманизма, проводимой господином Артагана, поэтому тут с вами, Станислав, вы знаете, что было заявление официального МИДа Греции, греки против этого выступают, ну, извините меня, но это мать православных церквей, поэтому тут надо жесткую принципиальную позицию, да, пожалуйста. Семен, ну, я сначала Манхри Марко Патурцы, действительно, и Бюллиант Ориндж, Ориндж, вице-премьер Турции, делал такие заявления, и до него, ну, понимаете, если мы говорим о несламизме Турции, если мы говорим о возрождении Османской империи, которую пропагандирует Эрдоган, все-таки давайте вспомним, что Османская империя была более-менее веротерпимая, и для Эрдогана... Да, но только при Османской империи почему-то было убито 4 миллиона христиан и 500 тысяч езидов. Хорошая версия империи, извините меня за открою. А вы знаете, вот вы русский человек, Семен-Идоровский. Поляк, вообще-то. Ну, поляк, какая разница, славянин, да? Вы знаете, о Малакане такие, да, это самое, это особо такое, ну, я не хочу там, в армейной регионе... Вы что, в районе Карса живы до 200 тысяч Малакан, к моменту передачи этого региона, этой области, состав Турции, скажите, а куда они делись? Поэтому давайте, Станислав, не будем, да, это тут, защищать господина Эрдогана и застрелить Османскую империю. Османская империя вошла в историю христиан как империя, проводящая массовый геноцид и в том числе на Балкарах, на Балканах против Болгар, греков и так далее, и так далее. Уничтожались целые народы. О чем вы говорите? Как ничего себе... Станислав, я вот с вами не согласен. Ну хорошо, по этому поводу вы со мной не согласны. Значит, я напомню, значит, наш телефон, уважаемые слушатели, вот у нас Магомед, молодец Магомед, хоть 9 января, но нашел все силы, значит, слушает нас. но тогда если можно... Телефон сейчас, у нас сейчас будет перерыв, как раз, после перерыва. Значит, телефон, код города Москвы 495, код 6, код города и 651099, и 6 наш телефон или сайт финам.фм. Значит, у нас в гостях уважаемые радиослушатели Станислав Стримидловский, обозреватель информационного агентства Рекс. Станислав, прошу вас. Да, Семен, вы начали поднимать тему о возможностях России на Ближнем Востоке по защите христиан. Ну, наверное, всегда можно сделать что-то более лучшее, но мне все же кажется, что даже сейчас Россия довольно достойна и хорошо выступает в этом амплуа защитников христиан Ближнего Востока. И более того, у нас есть союзник довольно влиятельный и могущественный в некоторой степени, с которым мы находим в этом поддержку. Я сейчас говорю о Ватикане. О Ватикане как государстве и о Ватикане как римско-католической церкви. Я бы хотел напомнить, что с приходом Папы Франциска в марте в апреле в Риме побывал копский патриарх Новый патриарх Шинуты Второго. Да, да, да. Вадрос Второй. Ну, или Федор Второй. Федор Второй. После этого Папа начал очень активно действовать в этом регионе. Конечно, католическая церковь и до этого что-то там обращала внимание, но вот именно такая широкая активность она началась при Франциске. Можно вспомнить то знаменитое письмо, которое Папа Франциск написал Владимиру Путину в преддверии саммита Большой Двадцатки в Санкт-Петербурге. Можно вспомнить письмо патриарха Кирилла, которое он написал американскому президенту Бараке Обаме. И, нужно сказать, что и католики, и православные они очень серьезные и единым фронтом выступали против эскалации насилия на Ближнем Востоке. Не зря комментируя итоги прошлого года, митрополит Иларион, руководитель отдела внешних церковных связей Московской Патриархии, сказал, что вот такое взаимодействие Московского Патриархата и Ватикана является одним из важнейших событий. И сейчас 13 января в Риме в Ватикане пройдет конференция, ее собирает Папская Академия Наук. Там будут присутствовать многие видные бывшие, правда, уже, конечно, политики и британский премьер Тони Блэр, американский экономист Сакс. От России будет дипломат Петр Стегни. В преддверии конференции Папская Академия Наук подготовила специальную справку по сирийскому конфликту, где прямым текстом сказано о предостережении России по поводу арабской весны, по поводу того, к чему она приведет для христиан Ближнего Востока, предостережение против поддержки Западом радикальных исламистов, как мы сегодня видим, оказываются верными. Вот это дает, конечно, может быть, не очень сильное пока, но все же дает некоторую надежду на то, что Россия, Ватикан сумеют привлечь на свою сторону и другие страны, и в конечном итоге все же геополитический передел Ближнего Востока он придет к своему логическому концу, при котором сохранение христиан мы увидим. Ну, это я с вами согласен, именно сейчас надо консолидировать все христианские конфессии, какие бы то они ни были, в первую очередь, конечно, это русско-православная церковь и нынешний Папа Римский Франциск I, который, я с вами согласен, активную позицию занял, так и всячески привлекать к этой деятельности другие церкви, в том числе на Ближнем Востоке, пора забыть, когда мне говорят некоторые, я слушаю, когда говорит тот или иной религиозный деятель, всякий бывает, я вообще, например, с огромным, колоссальным уважением отношусь к Ураеву, я часто смотрю его лекции в интернете, это очень умный человек, ну, действительно достойнейший, но есть и другие, которые говорят, да вот копты или кто-то там они, значит, еретики и так далее, я хочу им сказать, слушайте, более полутора тысячи лет назад, больше по политическим и религиозным фактам, произошел этот раскол на тех, кто признал одно и сестово Христово, другие, значит, не признали и так далее, и так далее, но за эти полторы с лишним тысяч лет пора уже прийти, значит, к тому, что христианство должно объединиться, особенно тогда, когда оно переживает очень трудные времена и может стоить, сделать еще много для объединения христиан, чтобы вместе выступить, вместе с тем исламом, который всегда рядом был, значит, на Ближнем Востоке, в том числе, ну, вот, известны верховные муфтии в Сирии, да, это Ахмед Бадар-Эддин Хусун, который приезжал сюда, но это патриот в Сирии, очень порядочный человек, очень порядочные религиозные дети, я думаю, у нас такие должны появиться, которые занимают принципиальную, честную позицию и объединившись такими людьми, бороться с этим радикализмом, в конце концов, действительно, настало это время и оказывать давление на руководство, значит, соответствующих государств. У нас сейчас, вот, Станислав Георгий, да, Георгий, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Очень важная, ценная передача, потому что она затрагивает... Только время, вот, 9 января, конечно, немножко мы, может, неудачно выбрали, да, но ничего. Да, вот, глубинные корни, и это серьезно надо поднимать, именно серьезно поднимать в том смысле, что с нашей сейчас страной творится, а именно просто буквально нашествие. И все это, в общем-то, в рамках такого, что нельзя никак пресечь. Вот. Вот смотрите вы, что происходит. Это что, перестройка? Для этого, что ли, делалось? Вот в этом надо сейчас четко поставить вещи на свои места. Вот такое мое предложение. Георгий, спасибо. Я думаю, Станислав ответит на этот вопрос. Ну, конечно. Если я правильно понял вопрос Георгия... Что надо делать, да, в контексте того, что у нас происходит в межрелигиозном плане? Ну, мы действительно, смотрите, каждый день какие-то новости, очень много негативных, новостей. И что делать? Ну, понятно, что силовики что-то делают, а что еще делать, кроме этого? Ну, прежде всего, что надо было делать и что надо было сделать, и чего, к сожалению, не сделали, это, в общем-то, две вещи. Первое, это вопрос исламского образования. Вот только сейчас, в прошлом году, на заседании Совета по международным отношениям при президенте, один из его участников, Владимир Зорин, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, он сказал, что мы проиграли исламское образование, но нет у нас нормальных школ, из которых бы выходили исламские богословы, которые бы не проповедовали радикальные идеи. Что мы натворили? Мы дали возможность молодым людям ездить в эти чужие страны, они там они в итоге получают там то образование, которое получают, впитывают те идеи, которые впитывают. Приезжают сюда и начинают их распространять. Это первое. Второе, есть же прекрасный опыт Российской империи. Как вы помните, когда в Бухаре был центр идейный, бухарские... Мадреса. Да, 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 абсолютно верно. И Ташкетия, и Исламский институт, и в советское время тоже было. Ну вот я именно помню, что бухарский опыт особенно был удачный, шла такая у них своего рода перекличка с востоковедами в Санкт-Петербурге, и по большому счету, когда вот были наши собственные богословы, наша собственная богословская исламская школа, все эти внешние факторы, все эти внешние влияния, они просто от этого отскакивали, как от бронированной стены. Вот это тоже надо сделать. Ну что у нас, нет своих местных учителей, миолимов, которые бы дали ту версию российского ислама, который отличается миролюбием и нормальным существованием с православными иными конфессиями. Да, я с вами согласен, Станислав, но я вам, может быть, не открою большой секрет, но дело в том, что в советское время даже за рубеж отправляли учиться, да, но это какое бы, я вам скажу, что был такой, значит, верховный муфтима Вера Нахара, Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, он учился в Иордании, если не разбавить мне память. Был Казикалон Тураджонзада, известный тоже таджикский, он тоже там учился. Но это было разные вещи, когда отправляли туда учиться, ими занималось посольство, они получали стипендию, их обеспечили обшить и все такое прочее. То, что последние десятилетия было, это не вызывает, ну, это просто безобразие, да, просто масса людей ехала, никто им не занимались, и они удалось, попадали в лапы, как принятых радикальных богословов. Приезжая сюда, естественно, они несли эту, значит, эту ересь, да, поэтому тут, конечно, надо задуматься, действительно, о создании мощной школы и на территорию России, а если уж кого-то посылаем, значит, они должны получать стипендию, они должны взаимодействовать с посольством, и так далее, и так далее. Это целая система, да, она, к сожалению, у нас больше говорим, чем делаем, да, причем я считаю, что крупные исламские богословские школы должны существовать не в субъектах федерации, а в Москве, в Санкт-Петербурге, этим показываю, в общем-то, что Россия, это, в целом, заинтересована в этом, а не то, что отдельные субъекты федерации, да, и всячески поддерживать. Пока я еще раз говорю, я думаю, Санислав, вы со мной согласитесь, все пока свалено на силовиков, да, вот, вы давайте, ребят, там, то-то, то-то, но силовики не в состоянии это делать. Я уж не говорю, что у нас за 9 месяцев прошлого года в Россию ехало 15 миллионов мигрантов, в том числе с регионов, где этот радикализм, как это можно контролировать? Это вообще невозможно контролировать. Вы знаете, он меня больше пугает, даже не сколько эти мигранты, меня больше пугает, опять-таки, возвращаясь к Волгограду, то, что этими радикальными, экстремистскими идеями пропитываются наши же славяне. Ну, это идеология, понимаете, вот это самое опасное, я много лет говорил, что это идеология, она идеология не выбирает, где мусульмане, где христиане. Значит, она в условиях вакуума, прямо скажем, идеологического, который существует в стране, это очень опасная идеология, она распространяется, и эта тенденция уже становится, скажем, очень-очень опасной для национальной безопасности страны, для территориальной целостности. Да, вы говорите, провокация, да, одно, второе, третье, да, это к чему ведет? Вот 26 января, значит, известный митинг планирует, да, и тут на этом фоне идут вот эти события сегодняшнего дня. Это, мне такое ощущение, что это преднамеренно сталкивает людей, да, потому что это самое слабое место нашей страны, оно самое сильное, но и самое слабое. Поэтому тут... Да, я с вами согласен, хотя, ну, все равно вот этот, это какой-то странный парадокс, почему эти русские мальчики, почему они, если уж они выбирают ислам, почему они выбирают его радикальную форму? А я вам скажу, знаете, как фамилия самого известного немецкого проповедника радикальной страны? Фогель. Немец, то есть, это не только у нас, он принял, значит, имя Бухамзе. Это во всем мире идет такая тенденция, это идеология. Когда известного террориста по кличке Шакал, известно, взяли в суд, они спросили, а почему он принял радикальный ислам? все, левый радикальный терроризм, он канул в прошлое, а сейчас будущее, вот за этим явлением, понимаете, это опасная идеология, а еще раз говорю, это идеология, на самом деле, ранний коммунизм, который, когда тоже, казалось бы, русский крестьянин, который недавно ходил в церковь, молился, и вдруг, значит, занял противоположную позицию, это неизвестно какой, это идеология, очень опасная идеология, которая всем обещает все, что они хотят, и бог знает, еще что-то, да, и она обоснована многочисленными идеологическими трудами тех личностей, от которых я сказал, да, и это опасность огромная, поэтому бороться без идеологии, а хотя бы на уровне контрпропаганды и специальной пропаганды, что у нас подсказки отсутствуют, очень опасно. Ну, будем тогда надеяться, что все же наши государственные мужи не будут перекладывать борьбу с идеологией исключительно на Центр-Э, при МВД, на ФСБ, на ГРУ, что там еще у нас, на службу внешней разведки, а все же какой-то опыт образования гражданских институтов, которые бы занялись образованием, предупреждением, он будет использован и он у нас появится в России. Ну, дай бог, как говорится, у нас уже осталось с вами совсем мало времени, я думаю, несмотря на столь время, 9 января, когда люди многие отдыхают, мы подняли, в общем, собственно, эту тему, я надеюсь, не зря, о ней надо говорить, и говорить, назвать вещи своими именами, чтобы можно было чем-то помочь, помочь людям на Ближнем Востоке, да и нам самим. не зря, а мы о том, эту тему,